Многомерная война. Новый подход США для войны против России и Китая. Пентагон создает из армии СМИ и глобальной сети нового монстра. Руслан Хубиев. Специально для ИРХ за 25 октября 2019 года. Что общего между басней Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, рак и щука» и современной американской политикой? Как минимум то, что чуть ли не каждое министерство в Соединенных Штатах с момента прихода к власти Дональда Трампа тянет курс страны в нужную для себя сторону. Начиная с 2016-2017 годов, в спецслужбах США, Госдепи и ключевых оборонных ведомствах Америки все еще царит неразбериха. Ведущие функционеры опасаются принимать чью-либо сторону, не зная какая именно из групп элит победит. В результате публичная политика Белого дома изобилует противоречащими шагами и заявлениями. В частности, пока Трамп ведет Америку к переформатированию и уходу в рамки собственных границ, Пентагон открыто презентует противоположную захватническую стратегию. Концепция многодоменного конфликта – это новый американский подход, который призван силой удержать мир под колпаком США, но при этом нанести сокращающий удар по синдрому американской исключительности. В основе этой доктрины содержится мысль о том, что враги американской демократии, то есть ревизионистские державы России и Китая с каждым годом будут становиться все сильнее, а значит Пентагону пора признать их равными, бросив в атаку все силы. Самим рассмотрением этого документа Вашингтон уже признает, что как минимум военный многополярный мир состоялся, а кроме того называет гипотетические конфликты 2025-2040 годов конфликтами с равными противниками. Первое перечеркивает англосаксонскую пропаганду о том, что весь мир находится в руках гегемона и в частности недавние слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джосеф Данфорта. В наши дни нет сил, способных противостоять нападению американской армии. А второе, что Москва и Пекин это временные угрозы, которые из-за своей неправильности распадутся сами собой. Впервые 80-страничный документ концепции был продемонстрирован публике в ноябре 2017 года. Во второй раз спустя год о нем в своей программной статье заговорил командующий управления армии США по подготовке и доктринам генерал Стивен Таунсенд. Причем отдельно отмечая, что безальтернативность понятия этой стратегии столь же очевидна, как ранние доктрины введения войны через завоевание господства в воздухе. К концу 2018 года в Конгрессе США представили отчет о стратегии модернизации американских вооруженных сил на грядущие годы. И концепция многодоменной войны стала ее логичным продолжением. По существу, под многодоменный конфликт американские военные понимают взаимосвязанное и одновременное ведение военных действий в различных областях. В доменах на суше, море, в воздухе, в космосе и в гиперпространстве. И если в самом перечне этих направлений ничего нового нет, в структуре взаимодействия действительно кроется нововведение. Так, например, если сегодня боевой истребитель фиксирует пуск вражеской ракеты в сторону союзного корабля, то все, на что он оказывается способен в случае превышения радиуса поражения, это передать кораблю информацию о пуске. В рамках вышеописанной концепции самолет в случае обнаружения ракетной цели автоматически запустит по ней ракету-перехватчик, но не с борта самолета, а с военного корабля, причем даже в том случае, если экипаж и средства наблюдения флота цели еще не фиксируют. Не подвергается сомнению, что новые технологии изменят будущий характер войны, а значит и способ, которым армии будут сражаться и побеждать в войнах, также изменится. По этой причине логика американской доктрины вполне ясна, но проблема заключается в том, что Вашингтон планирует применять эти подходы и в холодных конфликтах. В частности, одним из предназначений этой концепции в США называется сохранение единого политического курса и общей линии поведения союзников, что при нюансах этого подхода вполне может рассматриваться как попытка создания военно-информационного монстра. Гигантской полуавтоматизированной машины, объединяющей в себя станок пропаганды, военные возможности, дипломатические ресурсы, ресурсы в гиберпространстве, новые технологии для удержания под контролем врагов и друзей, в том числе для использования ресурсов союзников в целях сохранения увядающего гегемонизма даже без их ведома. По существу, концепция сводится к объединению уже имеющихся у США сил на суше, море, воздухе, космосе, информационном и интернет-пространстве в единый механизм проведения операций. Однако, в отличие от доктрины сети-центрической войны, подразумевающей компьютерную координацию между элементами армии, нынешний вариант ставит целью создания возможностей для нее, то есть некой общей координационной структуры, с помощью которой пехота могла бы использовать возможности флота, авиации, сухопутных сил, военная разведка, гражданского интернета, а политика и дипломатия, СМИ и глобальной информационной сети. Со строго военной точки зрения речь идет о максимальном сокращении времени обработки сигнала и ресурсах для реакции на него. В моментальности реакции кроется еще одна угроза и проблема. Дело в том, что подобную скорость принятия и передачи решений может обеспечить только искусственный интеллект, а это означает квазисамостоятельное взаимодействие подразделений на поле боя, минуя традиционную вертикаль, общий штаб, грубо говоря, мимо человека. Вместо него координация сил в той или иной мере начнет управлять компьютер, и это та самая опасность, о которой еще в 2017 году говорил Владимир Путин. Искусственный интеллект – это будущее для гражданского общества не только России, но и всего человечества. Но хотя здесь и есть колоссальные возможности, не стоит забывать о труднопрогнозируемых на сегодняшний день рисках. В данной доктрине мы наблюдаем один из них. На этом фоне положительным моментом является то, что нынешние США, в отличие от периода 1990-х, не скрывают своих враждебных целей. Главными врагами Белый дом открыто называют не тех, кто действительно угрожает западному миру, а тех, кто желает провести ревизию мирового порядка. То есть пересмотреть главенствующую роль США – это открытость и явное отсутствие плюсов для Европы при втягивании в конфликты уже помогло отпугнуть в Соединенных Штатах часть союзных сил. Шаги по ограблению партнеров лишь усилили эту тенденцию. А с новой концепции, где целями ставятся две сверхдержавы – военная Россия и экономическая КНР, раскол может усугубиться. Кроме того, само появление данной доктрины уже говорит о двух важных вещах. Во-первых, после успеха в России в Сирии и новейших разработок Москвы в сфере вооружений, уверенность американского руководства в абсолютном военном превосходстве улетучилась. А во-вторых, непонимание мировой ситуации элитами США оказалось для всех налицо. Эстеблишмент современных США все больше напоминает элиты позднего СССР, со всеми признаками геронтократии, упорным нежеланием замечать происходящие глобальные цивилизационные изменения и идеей фикса о том, что сохранять гегемонию нужно с помощью популизма. В том числе, благодаря этому, России долгое время удавалось практическими шагами укреплять себя, публично давая Вашингтону поводы для самолюбования. Зная, что воевать в США начинают, лишь будучи уверенными в собственной безнаказанности, Москва тихо и незаметно поставила крест на стратегии первого обезоруживающего удара, вернув Крым, а затем и на концепции по ограниченной ядерной войне с обменом тактическими ударами, создав прорывные системы стратегического нападения. То есть, планы США вести конфликт руками союзников, будучи уверенными в безопасности метрополии, провалились еще в 2018 году, и нынешняя стратегия Вашингтона есть лишь следствие этого поражения. Вместе с тем, ключевой опасностью новой доктрины для нас остается ее информационно-идеологическая составляющая. Не случайно в тексте документа прямо сказано, что политические и информационные инструменты в современном мире являют собой оружие не менее эффективное, нежели новейшие летательные средства, и что информационное пространство для США тоже домен. А если учесть, что главным инструментом в этой области Белый Дум называют не хакерские атаки и не взлом без данных, а информационное обеспечение идеологического доминирования США, то есть подрыв России и КНР изнутри через практику цветных революций, социальные сети, СМИ, пятую колонну и интернет, то это ввиду огромного опыта англосаксов действительно опасно. Руслан Хубиев Многомерная война Новый подход США для войны против России и Китая